Во время официального визита китайской делегации состоялась встреча губернатора Приморья Олега Кожемяка и первого секретаря комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунзян Сюйцинь. Стороны договорились укреплять взаимовыгодное партнерство и продолжать работу над совместными проектами. Это была очень важная встреча. Мы предопределились в оказании совместной содействия и работы Хэйлунзянской строительной инвестиционной компании на строительстве наших объектов социального значения. Это в частности инфекционная больница, в дальнейшем это объекты спорта. Конечно, необходимо проработать вопрос и первичные работы такие по подписанию соглашения ведутся между строительством «Рангазом» и этой же компанией строительной по строительству и Центра Аксаковского культурно-выставочного. То есть это те работы, которые будут в дальнейшем находиться в поле ведения непосредственно правительства Приморского края на тех объектах, которые требуют такого очень серьезного уровня, большого количества рабочих и сроков исполнения. Также договорились, что подпишем соглашение о строительстве уже более капитального моста Полтавка-Дунин. Вот то, что нам необходимо. Обсудили и инвестпроекты в сельском хозяйстве. Сотрудничество в этой области должно привести к реализации проектов по агропаркам, растениеводству, животноводству и глубокой переработке. Именно по таким компаниям мы будем работать, используя земли, которые будут принадлежать корпорации развития Приморского края и с приглашением китайских инвесторов на такой долгосрочный период. У нас очень много земель залежных, у нас много земель, те, которые требуют мелиорации. Я думаю, что это было бы взаимовыгодно и для Приморского края, и для китайских компаний. Традиционно стороны договорились продолжать культурные, спортивные и туристические обмены. В завершении встречи Олег Кожемяка пригласил первого секретаря комитета КПК провинции Хэллоуинзян возглавить делегацию провинции на 9-м Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на 8-м.